Всем привет, вы находитесь на канале FastGuerTV, мы с вами продолжаем Skyrim, это Sky и мы находимся около... Как это место называется еще раз? Текущая локация называется. Глаз Сиродила. Ноктюрнал. Оказывается, решила сделать из меня нового серого лиса, потому что новым серым лисом должен быть Довакин. А так получилось, что это как бы Sky. И вот мы находимся на каком-то совершенно неизвестном вообще месте. Я не знаю, что мы тут будем делать. Я, наверное, возьму лучше лук. Тенегриф, вставайся здесь. И давайте смотреть, что мы тут сможем сейчас найти. Мне передали вот эту вот непонятную, как там она называется, стрела высвобождений. Зачем-то она мне пригодится. И это не просто стрела, это стрела, которой мне придется рано или поздно воспользоваться. А здесь проход закрыт. Ха! Начало увлекательное. Впрочем, ничего нового. У меня стрела вряд ли используется здесь. Но в то же время, зачем тогда я имею возможность открыть эти ворота, если тут ничего не работает? Сейчас давай осмотримся. Вообще, в этой части Фолгрита гор я еще не был, а тут больше идти-то некуда, кроме вот этого места. Но здесь нужен ключ. Ключ от зала посвящения у меня, он есть. А! Она же дала мне ключ, который открывает все двери на моем пути, именно здесь, по моей цели. Так что все логично. Рычаг. Скорее всего, как раз он меня разблокирует все. А я могу здесь перепрыгнуть? Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. Холодно. Снег. Дует. Ветер. Может ли Далакин заболеть? С другой стороны, вот тут еще есть башня. А, там две двери как раз. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Там как раз две двери. Скорее всего, там я открыл одну, сейчас здесь я открою вторую. Угу. Только тут еще дверь есть. Так, это открыло. Сюда выход в Скайрим. С какой стороны? О-о-о. Неплохой вид. Симпатично. Но бесполезно. Падать с огромной высоты и не сломав себе колени, я пока что не умею. Вряд ли когда-нибудь научусь. Кстати, интересная мысль меня посетила. Типа, хочется как-то уровень поднимать дальше, да? По навыкам. Он качается, ну, просто уже катастрофически медленно. Даже несмотря на все ускорения, которые у меня есть. Ну, это просто не работает. И у нас есть, типа, стрельба сотового уровня, легкая броня сотового уровня, скрытность сотового уровня. Можно сделать легенду. Проблема в том, что когда я сделаю легенду... Я же, блин, потеряю все эти навыки. Они мне нужны. Они помогают мне жить. С другой стороны, что такого у меня еще не прокачано. Одноручное практически до сотки и практически все нужные ветки у меня там готовы. Двуручное оружие в процессе. Я им просто не так часто пользуюсь. Остальное все очень сильно опционально. С другой стороны, да, у меня вроде как все, что мне нужно, и так уже есть. Я нашел другую, более интересную систему прокачки, как по мне, которая мне лично нравится больше. Она, ну, в принципе, из себя представляет такую стандартную систему РПГшную, где ты получаешь опыт не за использование каких-то конкретных навыков, а за выполнение заданий, исследование локаций. Ну, просто... Опыт. А я думаю, что я так медленно иду? Тут, оказывается, огромный зал. Просто гигантский зал. Это я такой маленький или это дверь такая? Что происходит здесь? Ничего себе. Вот, но, к сожалению, это система уровня. Ну, то есть, вот эти цифры, они тоже прокачиваются там особым способом при получении нового уровня по цифрам. И от этого я получаю перки, которые позволяют прокачивать ветки. Там, короче, чуть-чуть более глубокая система. Мне кажется, она поинтереснее. Проблема в том, что в Sky ее поставить уже нельзя. Она ломает, ну, как бы баланс уже существующий. В текущий сейф она просто уничтожит. Математика вообще не поймет, что происходит. Только на новых персонажах это работает. А я не пони... Стоп. Секундочку. Это что? Это бюстерого лиса. А это... Дайте-ка угадаю. Портал. Портал перемещения в какую-нибудь... Старую воровскую дорогу. Допустим. Где я, чёрт побери, вообще? Нактюрнул стоит. Стоп. Это старый путь вора. Теперь думай как вор, действуй как вор. Либо ты уже никогда не увидишь родного дома. Думай и действуй. Обворовывать каждого встречного? Здесь пока такой возможности нет. Думай как вор. Это пока непонятно. Пока всё ещё не понимаю, зачем мне нужна стрела. Что это за место и что я буду здесь сделать. Я предполагаю, что Нактюрнул подготовил какие-то испытания для нового серого лиса. Ещё и место должен занять. И получить его плащ. Два сундука. Побольше и поменьше. Какую выбираем? Запертая комната. Это, наверное, для взлома. Однако у меня... Всё с этим и так хорошо. Либо я уже просто находил эту книгу. Тоже как вариант. Перегруз? Да ладно. Не может быть. 600? А, ну да. Вот тут и есть чуть-чуть у меня. А, статуя дебилы весит 88. Чи? Что? Так, вот это можно выкинуть 100%. Что? А я думаю, зачем мне в музее? Всё же вроде нормально. Как бы особо новых предметов не появилось. 88 она весит. Посох, ну, весит 8. Хрен с ним. Меч весит 16. Откуда я столько всего набрал-то? А, драгоценности. Ну, конечно. Драгоценности какие-нибудь зелья. Да и на самом-то деле... Да всё равно не так много. Откуда? Шкура долинного саблезуба. Да забирай. Так, окей. С предметами пока что надо повременить, короче. Так, можно пройти сюда. Какая-то... Это похоже на... На крысиную нору. Что же это? Тюрьму везде. Нужен ключ. Залмать его нельзя. Думай как вор, действуй как вор. Я могу заломать вот это. Всякий случай быть наготове. Вот это выглядит как ловушка. Вроде как ею не является. Несколько отмычек. Сундук с картой дракона. Всякими кузнечными. Блин, я бы таскал с собой слитки прям с удовольствием. Но место не позволяет это делать. Так, но отмычки не позволят мне открыть эту дверь. Ребятушки. Может тут есть что-то ещё? Типа скрытые нажимные плиты. Причаги. Камни. Всё же может быть. А нажимные плиты на меня не действуют. А вот ключ от палаты огня. Я подумал, что это щит, кстати. Я подумал, что это как бы сам щит, а это рукоятка вместо ключа. Я не обратил внимания. Типа ну блестит и блестит. Какое-то круглое. Палата огня? Простите. Вернакус и Брулор. Нет у меня такой книги? Заклинание и сновидения. Прямо-то откровенно мне напоминает крысиную нору. А это что? Чего? Такая странная подозрительная лестница. Мать твою. Ой, нет. Лучше надень. Первая же речка. Я, короче, моюсь. Будущим вампиром огонь не очень переношу я. Укажи мне путь. Освети мой путь. Прочерти мне путь. Дай увидеть путь. Сделай его ясным. Сделай его ясным. Оно что такое яркое? Освети, причерти. Стрела высвобождение. А, ну я не могу ее установить, кстати. Она не работает как стрела. Я не могу ей пользоваться. Угу. Так, еще раз. Нельзя использовать эту стрелу прямо сейчас. Укажи мне путь. Освети мой путь. Прочерти мне путь. Дай увидеть путь. Сделай его ясным. Будучи вором. Сделай его ясным. Никаких скрытых подходов. Сделай его ясным. Сделай его ясным. Я же еще могу сюда прийти как бы с разными навыками. То есть это вряд ли... Это 100% не касается никакого заклинания. Но и как-то пытаться наступить здесь тоже, наверное, не очень хорошая идея. Потушить огонь. Укажи мне путь. Освети мой путь. Прочерти мне путь. Дай увидеть путь. Сделай его ясным. Ну то есть все, покажи, укажи. Смотреть вперед и идти вперед. Не знаю. Стремно. Ну вот я вижу какие-то... Какой-то камень. И здесь какой-то камень. Нет здесь чего-то вспомогательного с таким подходом. Вроде как нет. Тут ни предметов, ничего. Ясновидение там было. И лук. Вот не просто так они здесь лежат. Проблема в том, что сейчас я буду это ясновидение изучать вечность. Скорее всего. Освети мне путь. Сейчас. А, я его знаю. У меня есть ясновидение. Неужели все-таки магия указывает путь к текущей цели? Мне просто не хочется умирать. Я думаю, это понятно. Нет, так это не работает. Хорошо, как скажете. Так, в смысле указать тебе путь? Ты... Твой бюст. На. На в тебя. Это же, ну, это действует... Это заклинание, но действует на все. Все, что рядом и... Так это не работает. Покажи мне путь, освети мне путь. Но опять же... Я не понимаю. Опять же, это воровские должны быть способности. Действуй как вор. А я с ясновидением решил действовать как маг. Освети мне путь. Освети мне путь. Укажи мне путь. Освети мой путь. Причерти мне путь. Дай увидеть путь. Сделаю его ясным. Типа как... Найди то... Я не знаю. Но я, по идее, должен приходить сюда до Вакином. А! Укажи мне путь. А как это связано с криком, прости? Ну, не возмущаюсь особо, но... Какая-то странная формулировка у этого бюста была. То есть он говорит, укажи мне путь. Там, освети мне путь. А я просто крикнул, фу срода, и это сработало. Фу срода, это безжалостная сила. Я просто... Использовал свой... Навык до Вакина. Единственное, что как бы соотносит меня к до Вакину. А говорит, действуй как вор. И думай как вор. Причем здесь крик, непонятно. Это просто уже последнее, что у меня оставалось. Ну, ладно, хорошо. Но я говорю, Ноктюрнул что-то, зараза, тут... Придумала. И эта комната не исключение. Это... Перенос в новую локацию, кстати. Посмотрим, что тут по сторонам. Еще разбросано водам. Кстати, с сундуками. Ну-ка. Карта фортуны. Карт здесь очень много, меня это радует. Штранно или поздно что-то соберется. Не, мыться здесь я не буду. Тут явно не самая чистая вода. Надо просто хотя бы умыться. Так, ну думай как вор, да? Собирай все, как бы, камни драгоценные. Даже канделябрик какой-то у меня удалось утащить. Где он теперь? Все делаю по завещанию Ноктерного. Думаю, как вор. Сундуки и стоят. Звук странный. Опять перегруз. Карта преград. Серебряная маска трибунала. Не помню есть или нет. По-моему и серебряная есть. Там абонитовый и серебряная у меня собрано. Так, ну я думаю придется пожертвовать самым очевидным, да? Где там у меня костяшки? Слишком она немного весит. А, ну вот этим еще можно. Тоже что-то я набрал. Да, вот это точно. Панцирь силигондора весит 2. У меня их 6. Ну, 12 забирает. Не так много. Скрытые камеры Санкрат Тор. Тор или Тар. Куда я иду? Что происходит? Это испытание. Это испытание на... достойного. Проверка на Довакина. Типа способна ли ты пройти сюда? Так, есть отмычки. По-моему я взял какой-то лишний то ли лук, то ли меч. Не вижу. Вроде нет. Стрелы. Книги. Все это здесь не просто так. Просто что дальше? Первая комната с огнем. Это была проверка на... Непонятно что. Не знаю. На способен ли ты... Допетрить... Что еще ты не попробовал? Вторая стадия. Какая? Очень страшно. Очень боюсь. Очень не вижу ловушки. Так, можно пройти здесь. Можно пройти здесь. Здесь наверное пройти нельзя. Однако вон нужная мне дверь. Думаю как ворона идти обходной путь. Тупик. Ну может ли он быть таким простым тупиком? А, ну это спуск. Это нижняя часть того уровня, который мне нужен. Так не сработает. Так. А тут должно быть еще больше ловушек. Но мне только растяжки волнуют. Хотя тут как-то тоже особо... Не густо. Кого вы пытаетесь напугать, а? Ну вот кого? Сундуки все одинаковые. Примерно с одним количеством золота. Всегда есть слиточек. Обязательно украшения. Это что вообще такое? Какие-то просто запутанные лабиринты. Вот я хожу. На чем это работает? Видимо ни на чем. Возможно на обнаружение, но я бесшумный. Так, рычаг. Вот это проблема. С другой стороны, можно попробовать просто открыть мастера. Не должно составить какого-то труда прям. Хотя мастерские замки для меня все еще не очень просты. Ну, отмычек тоже. Времени тоже меня никто не торопит. Так что... Хоп. Ну, теперь я не могу просто перестать думать о том, что это за рычаг. А рычаги, они типа луками никак не сбиваются. Правильно? А-а. Ну... Не знаю, можно встать сюда. И здесь, по идее, оно меня не зацепит. Да не может быть. Хе. Интересно. Ну, это дверь открывала. Я не знаю, правда, как такие ворота можно установить на механизм. Но да и не важно. Сундук. Дневник. Кая Умбранокса. Том второй. Воспоминания Умбранокс. Шесть дневников. Ух ты, дневник Кая. Мне надо бы найти их все и доставить их Севианям. Том второй. Сан-Крытор. Кто мог подумать, что мы сюда вернемся. Сан-Крытор. Легендарная крепость, построенная королевой Алисеей во времена первой эры. Сан-Крытор. Место, где Талос победил северных захватчиков. Сан-Крытор. Крепость Амулета Королей. Здесь, да-да, одна из самых важных миссий чемпиона и была выполнена. Он добыл броню Тайбера Септима, которая имела важнейшую роль в победе над Мирунисом Дагоном и в закрытии врат Обливиана. Мартину Септиму, незаконно рожденному сыну императора Уриэля Септима VII, была необходима кровь бога. Ну и чья же кровь лучше подойдет, чем кровь Тайбера Септима, всем известного в Тамриэле, как Талос Девятый Бог. Итак, его доспехи, побывавшие в тысячи сражений, были тем сосудом, который содержал кровь бога. Чтобы получить эти доспехи, чемпион освободил духов агентов-клинков, захваченных Зурином Арктусом. Некогда он был личным боевым магом Тайбера Септима, а ныне он известен под другим именем, Подземный Король. Теперь настала твоя очередь, дракон рожденный. Убийство здесь не рекомендуется, правильный вор не должен так действовать. В убийстве пока что нет необходимости. А смотри, из четыре старых друга чемпиона ждут тебя. Не убивать? Тут, к сожалению... Я вот, к сожалению, так не действую. Нет никакой необходимости убивать. Интересно. Достичь другой стороны. Это я сделал. Там теперь другая-другая сторона. Интересно получается. Теперь открыта здесь дверь. Четыре воина. Здесь убийство не рекомендуется, дракон рожденный. Запомнили эту фразу. Убийство не рекомендуется, однако каждый сантиметр. Это и... Крепости, подземелья. Я не уверен, находимся ли мы на поверхности. Пытается меня убить. Четыре воина. Так, тут кто-то есть. Карта Сиродила. И все. Вот и бюст. Только я не могу с ним взаимодействовать. Так, ну он здесь есть. Не проход, кстати? Как будто тут прям не просто камин. Но я это убрать не смогу. Так, ну здесь есть один бюст. Я не могу с ним никак повзаимодействовать. Я могу на него наорать. Как им, судя по всему, нравится. И это верх моих способностей. Давай вернемся на круглый этот коридор. Не знаю, что-то мне это даст. Потому что, видишь, дневник я нашел. И тут что-то поменялось. А вот растяжка на... А, это не растяжка. Типа эта дверь не исчезла. Ну тут не может быть просто для... Побегать по кругу. Это же странно. Либо это если я упал. Она дает мне вернуться. Не знаю. Так, ну значит, надо думать, что делать с бюстом. Что получается, сюда и сюда. Может быть, с ним можно повзаимодействовать? Просто я не понимаю, как. Стоит бюст. Есть отмычки здесь. Может, какой-то ключ или... Или, я не знаю. Вот это он, светильник. Секретный светильник. Что еще раз написано у него там в дневнике? Именно по отношению. Карта обновлена. А! А! Почему он изменился, кстати? Или это дневник Баурана? Или это не то? Дневник... Откуда у меня свиток все еще? Нет. Но при этом карта обновлена. Секундочку. Комната Барагона... А! Комната Сайруса, комната Барагона, номера Джоффри, комната капитана Стефана. А, ну это сверху. Там просто дневник не переведенный, зараза. Может, я это должен был прочитать, а об этом узнать? Ну-ка. Как раз четыре чемпиона, о которых он говорил. Там просто другой текст. Не тот, который мы прочитали. Но когда я закончил книгу, когда я ее закрыл, она обновилась и стала вот другой. Ну, другим журналом. Ничего не понял, но очень интересно. Сюда пройти все еще нельзя. Так, а комната сверху? То есть здесь... Да, вот дверь, дверь, дверь и дверь. Понял. Ничего не понял, но понял прям. Тут не открывается. Очень странный забор. Если честно. Зараза. Затупливаю. Такой опять какой-то микроскрипт, с которым непонятно, что надо сделать. Типа, ну что-то. Бля, может быть... Это максимально сейчас будет тупо. А, стоп. Подожди. Скорее всего... Вот этот рычаг, где он... Я его повернул? Я его не повернул. Может быть... Когда мы пришли, он был справа. Теперь он слева. Если он открывает не ту дверь, если он закрывает эту дверь. Но может быть, он открывает... Ака, подожди. Такого быть не может. В смысле? Он изначально был повернут в правую сторону. Просто быстро как-то крутануло, они поменялись местами. А здесь не открылось теперь? Здесь не открылось теперь. Что происходит в этом месте? Может, там все-таки рычаг? Что там? Как это работает? Если еще учесть, что вот эта ловушка, она вообще не действует. Да, там открывается дверь. Здесь только сундук. Сундук. Сюда можно залезть, но тут ничего нет. Да и... Еще такое место атмосферное. У меня постоянно... Есть какое-то непокидаемое ощущение, что за мной кто-то ходит. Когда я открываю дверь, открывается доступ сюда. Здесь просто коридор такой же разрушенный. И вот это комната. Комната с бюстом. Но бюст никак не реагирует ни на что. По какой-то непонятной мне причине. Типа... Я могу в него стрелять. Я могу на него смотреть. Но никак нет взаимодействия с ним. Могу сесть. Немножко передохнуть. Подышать. Да. Обратить, возможно, что-то внимание. Ничего не пойму. Тут какой-то механизм спрятан. Сто процентов. Не верю я, что ты... Просто здесь стоишь. Ну, конечно. Только он, короче, не выглядит как механизм. Он выглядит реально как часть текстуры. Ну, ничего. Пиксель-хантинг еще никому не повредил. Сильно. Я надеюсь, что это от основного зала. Потому что уже хочется туда пройти. Коридоры странные. Да? Да, да. Теперь здесь. Четыре комнаты. Четыре помещения. Найти четыре ключа, которые откроют мне вот эту дверь. Пока она закрыта. Хорошо. Левая номера Джоффри. У каждого есть какое-то испытание, полагаю. Полноценное. Пустой коридор. Убийство не обязательно. Стражи клинков. Нет клинки. Не хочу иметь с ними дела. Что если здесь есть какое-то наказание за убийство? Ну, то есть, грубо говоря, если я достану оружие или попробую убить какого-то из духов, то задание сбросится и мне придется проходить испытания заново. Тут тоже так. Могли же сделать что-то, типа, думай и действуй как вор. Вор обычно не должен попадаться на глаза ни при каких условиях. Вроде как все нормально. Он был один, понимаешь? О, даэдрический... Ну, короче, я так понимаю, что даэдрический кинжал это уже просто норма для меня. Кошки Скайрима. Мне нужен ключ. Обычный ключ. Сонус овангарде. Главное, чтобы он сейчас сюда не пришел. А как выглядит ключ? Накидка, накидка. Сонус овангарде. Ключ, 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 ключ. Тут просто некуда больше идти. Что странно, пустой сундук. Книжки. Божество оккульт Скайрима. Такие знакомые. Принц нищих, даэдрический кинжал. Кстати, даэдрический кинжал третий будет. Я отнесу его в этот. В музей поставлю. Кошки Скайрима. Допустим, кошки Скайрима. Допустим, камни. Снадобие карманника. Вот тут. У духа? Может быть, ключ у духа? С сундука я взял все. Камни, да? Камни. Так, текстурки рассматриваем. Ты видишь, зараза, никаких подсказок-то не дает. Так, ну я попробую его убить. Мне почему-то кажется, что ключ технически может быть и там. Потому что дверь закрыта так, что, ну вот, я могу ее открыть. Ну, я умею открывать такие двери. Понятно, что вряд ли здесь окажется, как бы, ну не вор, потому что Ноктюрного должна сначала принять в соловьи и так далее и тому подобное. О, мать, не хочет стрелять. Ключ клинков. Да, это у духа. Видимо, у каждого. Хорошо. Но если каждая комната представляет из себя такое помещение, то это будет легко. И такого слабого духа. Кстати, господи, как меня... А, это вот бюст стоит. Кошмар какой. Я вообще, по идее, мог этого духа прирезать со спины. Без сомнений. Ну, то есть... А, ну, наверное, предполагается, что я мог бы украсть. Не обязательно их убивать. Ну, тут... Проблема. Тебе это не нужно. Кстати, что обидно, с карманными краженами-то у меня все так себе... А он... А, нет. Работает. 81%. Хоп. Но... Я мимо него не пройду. Да все, пока. Я не знаю. Мне сказали вас не убивать. Я вас не убиваю. Ну, ключ я забрал. А что бюст скажет? Может, он как-то намекнет. Задание Санкры Тора снова началось. Четыре двери, четыре клинка, четыре ключа. Один вор крадет ключи, один вор открывает дверь ключами. Ну, я не своровал один. Я его... Забрал. В принципе, тоже своровал, как бы, ну, у трупа. Ну, это духи. Почему? Зачем они нужны живые? Нет. Сказали, пробую. Ну, то есть... Без вопросов. То, чтобы все вот это, что я подбираю здесь из сундуков, мне прямо нужно. Все эти деньги. Сундуки. Ага. Это, по идее, тоже будет не тяжело. Ой. Не, мать, надо кинуть. Не хочет кидать. Ему плевать. Но я к нему не подойду. Сейчас вот я его на что-то развел. На какую-то реакцию, возможно. Тут без шансов. Отрезал голову призраку. По-моему, вполне. Так, а тут что у нас? Просто, да, большие сундуки, огромные сапфиры. Все это можно продавать. Стеклянные кинжалы. Какой-то сейфик небольшой. Ну, такое. Тут просто очень много украшений. Мне эти украшения... 85 тысяч в кармане. 150, наверное, в сундуке около кровати. Музей лежит в украшениях там. Просто тупо некому это продавать. Ни у одного торговца в Скайриме нет столько денег. Комната капитана Стефана. Не знаю, ничего конкретного. Короче, не было про убивать, не убивать. Испытание вроде как выполняется. Я думаю, что если бы было условие, что эти призраки должны оставаться, ну, живыми, эти духи, то оно бы просто так и оставалось. Меня бы, я не знаю, куда-нибудь выкидывало или ограничивало, или наказывало. Мне кажется, что это тоже, в принципе, вариант. Особенно учитывая, что зачастую они вон просто сидят лицом к входу. Ты ничего с этим не сделаешь. Здесь пройти нельзя. Вот сейчас я попытаюсь забраться наверх. Посмотрим, какая там у него реакция. Куда он смотрит. Ну, доедрический кинжал, и ничего так. По-моему, да. Но вот как я должен здесь-то к нему подойти? Типа даже отсюда я же не запрыгну. Все-таки поешь-ка ты лук тогда. Ты ничего-то уже там не чувствуешь. Так, доедрический лук вижу. Ой. Так, какую-то бесполезную броню подобрал. Сколько урона? У меня столько всего доедрического. 88. У Аурели 74. Да в руках посмотрим, как выглядит. Не, доедрическое красивое снаряжение, безусловно. На спине бы это было вот так. Не, останусь прямо у Аурели все равно. Так, карта, карта. Камень, медальон. Четыре ключа есть. А, ну все, все четыре готовы. Ай, Ноктюрнул. Ну, что это за испытание? По-моему, мы... Опа. Два надгробия. Не надгробия. Надпись надгробия. Здесь покоится Гленрой. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить императору Аурели септима седьмого. Он был двакином? Здесь покоится капитан Рено. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы защитить императору Аурели септима седьмого. Нет, они не были двакинами. Это невозможно. Если они умерли, там примерно одновременно. Тут есть деньги. Тут есть... Деньги. Кинжалы, мечи. И закрытая дверь. Как будто бы надо что-то положить им. Тут кинжалы лежат. Кинжалы и деньги. Я могу септима как-то закинуть им? Вопрос такой. Есть ли они у меня в инвентаре как отдельный предмет? Потому что возможно, что нет. Тут проблемка. Камень, кора, сердечный... Не, я не могу деньги ему именно дать. Ну, я могу драгоценный камень положить какой-то. Типа аметиста. Упс. Он там дороже будет, этих септимов. Нет. Ну, значит, где-то здесь есть камушек. Скорее всего. Либо что-то где-то спрятали. Ну, то есть здесь просто Рено. 27-й день месяца. Бла-бла-бла. Септима. Тут был просто проход. Ну, да. А, вот сверху вижу. Имперская городская тюрьма. А если я не хочу в имперскую городскую тюрьму? У-у-у. Колесо боли есть. У-у-у. Я не знаю, что я делаю. Если быть конкретным, то для чего... О-о-о! Что? Я не могу двинуться. Что это было? Темперцы держат здесь... Кого-то. И все ушли здесь, что? Прикольное видение. Только здесь теперь все забито камнями. Намек ясен. Намек ясен. А теперь здесь альберские домини... Сука, как вы меня бесите. Опять эльфийская броня. Я так понимаю, это Таумарца. Соткнись. Ключ. Ой, на мне, кстати, предмет остался. Не, видишь, теряется постоянно. А я носил что? Критрейт? Потому что у меня есть они все, походу. Дэмэдж инкритс вроде был. Освободить я тебя могу. Он его просто избивал. Могу поговорить, но... Это бесполезно. Этому повезло. Привет, друг. Что это было? Ничего это не было. Что это было? Э! Что это было? Твою мать. А, эта дверь не работает. Нет, если бы я мог понять, что они там сказали... Да я бы смог это открыть тоже. Но здесь, видишь, уже ничего нет. Господа, я бы с удовольствием вас отпустил, но вот один из похожих проходов. Только как он открывается-то? Как это работает? Типа, ну, видение без звука, да. Вот, спасибо. Без звука, без слов. Много я это мог понять. Возможно, здесь. Там заклинание древнее видение. Типа, ну вот-вот, они очень похожи. Вообще, конечно, странно, почему дверь не работает. Не могу выйти через нее. И как они активировали эту стену, тоже не было понятно, потому что там просто ничего не произошло. Есть еще вариант, можно попробовать сделать F5-F9. У меня есть ощущение, что дверь все-таки открываться должна, потому что если мужик оттуда вышел, значит, туда точно можно зайти. Нет. Я ошибаюсь. А как я ошибаюсь, если здесь нет никаких кнопок? Непонятно. И как он оттуда вышел? Дневник Кай Умбран... А, это у него, это прям в теле. Так. И сейчас, наверное, что-то откроется как раз, потому что эти дневники я не найти не могу. Где он? Том 3. Вот смотри. Подожди, Кай Умбранокс. Балран-то другой. Вот он, том 2, том 3. Так. Том 3. Бедный Валендред. Ах, бедный Валендред. Какая жалкая смерть. Умереть от руки человека, над которым издевался. От руки чемпиона. Мой добрый друг, ты должен знать, что чемпион был членом многих других гильдий, включая гильдию убийц, известную как Темное Братство. Черное Таинство было совершено на бедного Валена за день до его освобождения из тюрьмы. Какое невезение. Когда он убил Валена Дреда, чемпион был просто обычным ассасином, но потом он стал слышащим. Слышащим Матерь Ночи, ту, которая издает смертельный шепот. Бедный Вален, никому не нужен его труп, даже его кости. Они отдыхают в этой гнилой камере, которая волею судьбы стала его гробницей. Бедный Вален, без надгробия, чтобы помнили. Без цветов от друзей и родственников, или давно потерянный возлюбленный. Просто ничего. Пустота. О, кстати, ты знаешь, что это то самое место, где все и началось. Да, чемпионский путь начался именно отсюда, из тюрьмы имперского города. Вот Уриэль Септим разговаривает с чемпионом обычным заключенным, который не должен был оказаться в этой камере. Но Уриэль Септим заметил, что этот узник был подарком судьбы. Тем, кто спасет империю и восстановит порядок, и мир в Тамриэле. Давай, дракон рожденный, сбеги из тюрьмы. Следуй тем же путем, что и чемпион. Император и его телохранители Клинки. Просто один и тот же путь, с незначительными изменениями. Так, я не могу. Понимаешь, не могу. Но если один раз я нашел дневник и что-то поменялось, то возможно. Нет. Чего не изменилось? С незначительными изменениями. Какими, твою мать, изменениями? Сломать эту стену? Крикнуть не могу. А что? А я не могу здесь кричать. Что? Или могу, но... Ладно. Охраните останки Валендрета. О. Фолкрица. Хорошо. Похороним. Как выйти отсюда? Что я могу теперь как-то коммуницировать с пленниками? Эта штука не открывается. Механизмов нет. Здесь чувак пытал... Ключ я взял от дверей местных. Что ж так непонятно-то все? Ну, не то что непонятно, просто пиксель-хантинг. Я просто реально начинаю всматриваться в камни на стене. Это не очень нормально. Типа, сука, тем же путем что? Тем же путем там стена. Это точно стена? Стена. Типа, думай как вор, действуй как вор. Любую дверь можно открыть. Если бы я услышал, что произошло в видении, но я не знаю, я не услышал, потому что я не должен был или что-то сломалось. Потому что как это открыто? Это нельзя открыть. Камни на стенах не реагируют. Каких-то конкретных точек здесь нет. Дверь, камера. Типа, ну и вот я ищу механизмы. Рычаги. Рычаги. Ключи. Ничего здесь нет. Этот единственный в нормальном состоянии он тоже говорить не может. Сейчас посажу тебя, я пытать буду. Тут есть древнее видение. Я только начал вот его изучать. Я не думаю, что опять же это связано с заклинанием. Хотя возможно. Просто фишка в том, что вот я сделал записи, как это работает. Я начал типа записывать информацию об этом заклинании, но сразу я его не изучу. Это так у меня не работает просто. Но опять же, если это... Это вообще тест... Подожди, на дракона рожденного же. На дракона рожденного и вора одновременно. Эта стенка не работает. Никак. Может быть как раз там показали, что... Видение, что он открыл эту штуку криком. Я только не могу постоянно ее использовать. Так получилось. Либо дверь сломалась, что тоже вариант. Это надо будет переиграть кусок там с автосохранения. Не знаю. Очень сильно непонятно ничего. Типа деревяшка, здесь ничего нет. Крикнуть все еще не могу. Очень долго восстанавливается безжалостная сила. Ну, тут просто не с чем взаимодействовать. Так, ну, не работает. Открывается только здесь, но здесь стена. Ну. Как бы... Короче, не знаю. Какой-то камень вроде выделяется, вроде нет. Я предлагаю тогда там пока что здесь становиться. Странная тюрьма. Типа явно здесь есть какой-то выход. Но вот либо дверь не работает и там, где должен быть проход просто. С небольшими изменениями, да? Эти ребята ушли через скрытый проход в стене. Здесь его больше нет. Иди через дверь. Дверь почему-то не работает. Посмотрим. Поэтому на этом пока закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Напоминаю, что спонсоры канала смотрят новые серии с Каримой чуть раньше остальных. А на этом все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok